Приветствую вас, достаточно грустный, грустный, я бы даже сказал, проносительный вопрос, дает автор, пишет о том, что случилось несчастье в ее жизни сильно достаточно, заболели ее родители, вот, она после болезни получается сама, вот, то есть ей самой плохо, вот, и поскольку, поскольку очень тяжелая, ситуация, вот, что она попросила помочь своих родных, речь идет о мужа и о старшей дочери, в итоге никто не помог. А второе плюсы, пишет о том, что она в щеке. А вот, ответ вопроса, пишет о том, что, а не понимаю, как так вообще вот, получилось. И спрашивает о том, каковы причины, такого поведения, у людей. И означает ли это, что она живет фактически с чужими людьми? Я думаю, что дело здесь не в том, что вы живете с чужими людьми. А я думаю, дело здесь заключается в том, что те отношения, которые вы, скажем так, с людьми выстраиваете, не предполагают помощи почему-то, почему-то, то есть вот почему-то не предполагают ваши отношения к помощи. Можно говорить фактически о том, что вы, ну я бы сказал, недостаточно близки. Вот. И можно говорить о том, что ваша коммуникация друг с другом не предполагает оказания помощи. Почему так происходит? За счет чего так происходит? Сказать сложно. Как сложно сказать и совпадение ли то, что фактически произошло, это система. Да? То есть вот некая такая системная модель в поведении ваших близких. на мой взгляд, в любом случае, необходимо разбираться. то есть, возможно, речь идет о том, что вы кажетесь для них слишком сильной, вы кажетесь для них слишком самостоятельной и вам просто не привыкли, возможно, оказывать помощь. То есть, возможно, просто ситуация склад сложилась так, что людям сложно воспринимать то, что вы можете быть слабой. и обычно такая ситуация возникает тогда, когда человек довольно редко проявляет свои чувства. то есть, если вы не часто выражаете свои эмоции, если вы не часто говорите о том, например, чего вы хотите, то обычно это и вызывает такую реакцию. Поэтому, конечно, я бы пересмотрел вашу модель поведения в целом. И хотел бы, так скажем, предупредить, предупредить вас о том, что требовать помощи. То есть, вот как вы говорите, да, все бросить и помочь. Требовать помощи. Вы, конечно, можете. Но вот то, что это эффективно, есть большие сомнения. Требовать помощи. Потому что требовать мы можем все, что угодно, а люди либо делают что-то, либо нет. В принципе, я думаю, что вы в этом убедились. К сожалению, на своей ситуации. Вот, на мой взгляд, такой ответ вам можно дать. Конечно, это очень неприятно. Конечно, вы, я не сомневаюсь, разочарованы. И вам больно. И вы обижены. И если есть такая возможность, то идеально было бы поговорить с вашими близкими, высказать им свои чувства. Сказать им о том, что вам больно. Например. Что вам тяжело. Например. И так далее. Только делать это необходимо, конечно, корректно. По возможности без обвинений и без оскорблений. Без унижений и без требований. То, что я сейчас говорю, может вам не понравится. То, что я сейчас говорю, вы можете пощипать чем-то неправильно. Вот. И я не буду с вами спорить. Вы хотите понять, почему люди так себя повели? Причина поведения твоих родных. Правда в том, что мы этого не знаем. Мы этого не можем знать. Это же ваши родные. Не наши. Вы этих людей. Вы этих людей знаете. Мы нет. И давать в этом смысле комментарии. Да. То есть. Гадать, почему они могли вам не помочь. На мой взгляд, не имеет никакого практического смысла. То, что вам больно, это факт. То, что вам тяжело, это факт. То, что вы чувствуете разочарованность, обилию, злость. Тоже факт. И вот эти чувства, ваши чувства имеют смысл проживать с психологом. Не фиксируясь на том, чтобы кого-то оправдать или кого-то понять. На мой взгляд, на мой взгляд, все равно вы не сможете понять. Есть вещи, которые нельзя понять. А еще вы можете заставлять себя простить. Худшее. Что вы можете для себя сделать. Потому что нет ничего хуже, когда не можешь что-то простить. Но требуешь от себя это сделать. Нет ничего хуже. Поэтому в этой ситуации вам необходимо стараться остаться собой. Это не просто довольно легко кого-то обвинить. довольно легко ну предъявлять с топом. Но так вы еще больше отправляете сами себе свою жизнь. И отношения с родными лучше об этого не станут. как вы, я надеюсь, понимаете. Поэтому очень важно, чтобы вы не оставались в клетке своих чувств. с одной стороны, чтобы у вас была возможность их прожить, а с другой стороны, чтобы вы смотрели на ситуацию, которая произошла, и на людей, чтобы вы смотрели. максимально, максимально врат, чтобы вы не тешили себя иллюзиями. так скажем, чтобы вы реалистично смотрели на ситуацию. Но конечно же это может изменить ваше мнение о близких людях. Да, правда. Наличие родного человека не обращать, что он родной. Фактически. поэтому я и сказал в начале, что крайне важно видеть, какие отношения фактически у вас помогали. Ну то есть, помогали ли вам люди раньше? откликались ли они на помощь? если если да скорее всего что это случилось если нет возможно так было всегда. просто просто по ряду причин вы этого предпочитали не замечать. на этом все я надеюсь, что мой ответ был вам полезен надеюсь, что мой ответ был вам интересен я хотел бы пожелать вам всего самого доброго удачи обращайтесь за помощью и поддержкой отеля отеля и отеля отеля